Наряду с очевидными возможностями продолжения работы по реализации существующих и появлению новых проектов, инициированных международными компаниями, конечно, с учетом новых географических векторов развития, фокуса на усиление работы со странами азиатских и хокканского региона, мы должны концентрироваться на тех возможностях, которые экономика Российской Федерации может найти, что называется, здесь, дома. И я считаю принципиально важным, чтобы инвестиционный климат в стране соответствовал ожиданиям присутствующих здесь предпринимателей, причем Чеменская область давно находится в числе лидеров по отзывам предпринимательского сообщества в отношении комфорта ведения бизнеса, и, наверное, не случайно почти 100 компаний в Кеменской области, это члены золотой России, сегодня мы будем еще раз собирать средств, позиций и пробовать найти ответы на их вопросы текущие, но, говоря о текущих вопросах, не следует задавать вопросы стратегических. Говоря о стратегии, прошлый год ознаменовался существенными шагами вперед, я бы сказал, вехами в части улучшения инвестиционного климата и создания более привлекательной законодательной базы для российских инвесторов. И сейчас, 2015, это год правоприменения в большей степени, мы искренне рассчитываем, что будет обеспечена реализация решения президента Российской Федерации по сохранению стабильности налоговых условий, будет обеспечена реализация таких важных мер в защите налогового законодательства, как льготы для территории приезжейшего развития, и вот, на самом деле, не заканчиваются налоговыми поблажками, это целый комплекс мер упрощенного регулирования для новых предприятий. Мы рассчитываем, что будут приняты меры по снижению налоговой нагрузки на вновь создавание предприятий промышленности Гренфинга, потому что без новых заводов, новых предприятий с высокой процедностью труда, а сейчас, в условиях существенного смещения фокуса на несырьевую экономику, России будет сложно нагнать тот темп, который мы замедлили в последний год.